здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика будем вязать сегодня вот такой вот капюшон но не такой вот вы знаете фотография вот я пробовала ее приблизить видите она смазывается вязала для коллеги с работы хотя бы примерно пыталась восстановить вот это все чтобы он хоть как-то соответствовало фотографии найти в лучшем качестве фотографию не получилось вот примерно примерно я попыталась его повторить она вот в чем был нюанс хотела карман хотя бы один чтобы можно было салфетку туда положить носовой платок потом у меня длиннее хвосты она хотела чтобы вокруг шеи обмотать и вот так вот хотя бы висела и неглубокая сам капюшон чтобы был неглубокий вот учитывая все ее пожелания я связала как бы свой вариант вот этого капюшона с карманами сейчас я вам это покажу а вы решите сами так про нитки спицы девчонки расскажу потом сначала 26 петель ой 25 петель я набирала то есть 55 55 если вам видно две кромочные 22 и вот эти две петель очки как бы эти косички это 25 петель всего провязала 12 рядов платочной вязкой видите вначале провязала потом перешла на этот узор и связала целый я уже буду добавлять ну вы определите уже по-своему буду добавлять на как бы вот этот косичок капюшона вам покажу значит кромочную сняла воздушная петля и разберемся с узором сейчас потихонечку пока я буду эти добавления показывать 5 лицевых петель 5 петель платочной глади одну снимаем с накидом опять 5 лицевых с накидом снимаем и последние 5 и кромочную провязываю лицевой петлей чтобы краешек у нас был такой вот красивый лицевой косичка это по сути наш как бы как английская резинка изнаночном ряду снимаем с накидом лицом лицевой провязываем эту петлю вместе с накидом видите вот я ее провязала здесь эти отсеки по 5 петель мы вяжем лицевыми в лицевом и в изнаночном ряду только провязываем эту косичку в изнаночном снимаем лицевой провязываем лицевой вместе с накидом здесь 5 петель и вот эту тоже сейчас провязываем лицевой в изнаночном ряду мы ее будем уже снимать потому что она получается шестая и вот из нее как бы мы будем делать уже эту косичку и тут девчонки тут мы вяжем лицевыми извините это потом когда ровно мы будем вяжем кромочную изнаночными сейчас пока еще лицевыми так эту мы снимаем так девчонки забыла сказать вот сейчас пару рядов провязала и вспомнила что вот здесь вот где вот эта наша косичка уже образовалась здесь я уже два раза добавила не забываем добавлять по одной петли в каждом втором ряду то есть в этом изнаночном где мы ее будем снимать будем довольно неважно возможно и в лицевом то другой стороны получится но в принципе идентично ничего страшного то есть в каждом втором ряду мы добавляем по петли чтобы получился вот такой вот кусок сколько петель я добавлю я вам потом скажу вот смотрите добавила я видите такие спицы 6 петель то есть я добавила еще один рапорт видите вот здесь вот у меня был конец то есть одну косичку добавила и 5 петель вот здесь теперь вот смотрите вот они прибавлены теперь кромочную вот здесь со стороны прибавлений я делаю изнаночной чтобы была эта косичка для чего это нужно потом поймете и далее какой-то отрезок который я вам опять же потом скажу вяжем ровненько тут продолжаем лицевой кромочной вязать смотрите девушонки здесь где я добавляла сейчас буду показывать так вот это я добавляла потом 15 сантиметров провязала ровненько потом начала убавлять в каждом шестом ряду вот так вот капюшончик мой рисовался и сейчас я вам покажу как мы будем вязать дальше здесь я убавила 7 петель то есть это 14 рядов в каждом втором ряду убавила 7 петель таким образом теперь мы будем добавлять эти 7 петель в каждом втором ряду и одновременно сшивать а вязала кромочную с той стороны изнаночную видите здесь у меня косичка провязываю ряд так что хочу сказать по полу пока вижу по поводу не так нитки в три сложения если вы видите ализе не помню как скажу дополнительно посмотрю на листочек значит три мотка спицы шестерочка так тут мы добавляем одну петлю воздушную и теперь вот кромочная мы провязываем вместе с вот этой то есть вот эту кромочную и вот эту вот их две предыдущую мы провязываем изнаночной то есть таким образом мы будем постепенно сшивать в каждом ряду мы будем двигаться сюда ниже ниже и ниже и у нас получится что у нас все сшито сшивать нам не придется вот так сейчас еще раз вам покажу потом покажу как это будет выглядеть в итоге до конца ряда довязываем делаем воздушную петлю кромочная следующая кромочная мы ее одеваем и вместе изнаночной провязываем таким образом вот она уже сгибается и нам не нужно будет это дело сшивать так продолжаем 7 раз мы добавляем по воздушной петле и потом вяжем ровно и сшиваем я все еще раз покажу вот девчонки смотрите добавила я 7 петель и тут захватывала эту кромочную такую форму она принимает и продолжаю вязать ровно при этом захватывая здесь кромочную как бы сшивая аж до этого места где у нас закончились добавления где у нас вот это платочная последняя где начали мы вязать изнаночной кромочную и она применяет форму капюшончик а одновременно сшита не будет у нас никаких узлов никаких неровностей все будет ровно и красиво продолжаем вязать ровно и сшиваем при этом потом будем вязать далее так вот смотрите довязала я до того момента где мне уже нужно убавлять этот скосик и все это время я как бы сшивала я захватывала эту кромочную получается капюшончик у меня сшит теперь вижу уже не буду захватывать эту кромочную я просто уберу здесь 6 петель в каждом втором ряду перехожу на лицевую кромочную здесь чтобы было бы вот этот красивый краешек и далее буду вязать вот этот нужную длину этого шарфа значит 6 убираю здесь и далее вяжу ровно вот смотрите связала я и разочаровалась потому что эти нитки элизе видите какой у меня получился вытянутый край и вот одела на голову и вот здесь вот оно как бы торчит в общем не знаю расстроилась разочаровалась начала обвязывать крючком вот попробую обвязать крючком может оно будет держать вот смотрите провязала я обвязала столбиком без накида и рачьим шагом то есть два два ряда крючком я провязала чтобы она как-то приняла форму и вы знаете держит я довольна сейчас рачий шаг я вам покажу вот так вот оно все провязано обвязано вот здесь вот немножечко осталось покажу как это делается кто не знает и будем завершать что мне уже надо отдать так это простой столбик без накида только в обратном порядке как бы вот смотрите делаем вытягиваем петлю на шаг назад как бы то есть вяжем столбик без накида видите только слева направо не справа налево как обычно а слева направо вытащили провязали вытащили провязали вытащили провязали вытащи провязали вот это есть наш рачий шаг то есть мы двигаемся назад вот так вот он у нас выглядит так вот здесь вот что я еще связала кармашек видите 26 петель сколько хватило ниток я его сейчас прищу вот сюда вот на краешек и потом готовый результат вам покажу так она будет так девчушки разложила на кровати чтобы вам показать все хорошо вот смотрите вот такой вот капюшончик обвязанный такая вот длиннющая слова забыла как сказать длинный шарф чтобы обмотать кармашек вот второго кармашка нет не хватило ниток но по сути я думаю цели мы достигли хоть как то я попыталась его повторить сейчас вот не знаю как его сложить чтобы виднее вот надеюсь моя заказчица будет довольна а с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока